Жертвенный барашек на поле становится традицией для некоторых футбольных клубов. Впервые такой ритуал провели спортсмены карагандинского шахтера. А теперь к ним присоединился и российский Амкар. Правда ли, что баран приносит удачу? И как к этому относятся болельщики? Выясняла Людмила Батюшкина. Заядлый болельщик Равиль Валеев помнит сенсационную победу карагандинского шахтера над знаменитым Селтиком в 2013 году 2-0. Тогда перед матчем футболисты принесли в жертву барана прямо на поле стадиона «Астана-Арена». Разыграть второй раз подобное вряд ли получится. Если это помогает спортсменам, то я не против того, чтобы увидеть новые какие-то результаты, рекорды. Повторить ритуал перед ответным матчем с Селтиком в Шотландии шахтеру не удалось из-за негативной реакции защитников животных. А потом последовал запрет от Международной федерации футбола. Шахтер проиграл со счетом 0-3. Однако, как оказалось, не только казахстанские спортсмены верят в силу жертвенного барашка. Тренер российской футбольной команды «Локомотив» Юрий Семин, по словам коллег, практикует этот ритуал. Именно следуя его примеру, пермский клуб «Амкар» принес в жертву барана, чтобы прервать серию из 18 поражений в Премьер-лиге России. Вот как рассказал об этом главный тренер команды в интервью «Спортделеру». Вместе со своим другом, членом совета директоров, позвонил генеральному директору. Говорят, столько не везет. Уже пора барана зарезать. Вот такой ритуал был. Поводили барана по полю, зарезали. Не на поле, конечно. И что бы вы думали, «Амкар» выиграл. Но тренер по лёгкой атлетике Жандос Ахметов склонен считать, что это случайность. Ничто не настраивает лучше, чем упорный труд, мотивация и психологический настрой, говорит он. Если ты не готов к матчу, то никакой тебя, скажем так, барашек или курочка не спасёт. То есть надо выходить уверенно в своих силах. Что касается футбольной команды «Шахтёр», после того матча они уверяют, жертвоприношениями перед играми покончили. И судя по их успехам, возможно, зря.